Здравствуйте! Прежуточные итоги. Новые цели. Исполнился год со дня вступления Алана Гоглоева в должность президента. Новый этап жизни в школах Южной Осетии прозвучал последний звонок. Выпускников поздравил глава государства. В сохранении и восстановлении исторических и архитектурных объектов Алана Гоглоев ознакомился с ходом работ по благоустройству храма святого Георгия Победоносца в селе Иракал. Полноценные занятия без трав и ушибов от имени президента секции единоборств передам высококачественный тренировочный ковер. Ровно год со дня инаугурации вступления в должность президента Гоглоева Алана Эдуардовича. В республике следующие пять лет будет вестись работа по повышению уровня доходной части бюджета, решению проблем в социальной сфере, поднятию экономики, сказал Гоглоев в своей инаугурационной речи. Были отмечены важнейшие направления – соблюдение законности, уважение, свободу и прав человека, всеобщее равенство граждан. И спустя год после вступления в должность глава государства обратится с посланием к народу и парламенту Южной Осетии. Обращение состоится 29 мая в парламенте Южной Осетии в день принятия акта о провозглашении независимости республики. Послание президента состоится в столь значимый для республики день и будет включать в себя подведение итогов работы президента за прошедший год и, без сомнения, определит основные направления развития страны. В первую очередь было необходимо выводить республику из общественно-политического кризиса, отказаться от разного рода политических манипуляций и заняться стратегическим планированием развития страны. Гоглоев заявил о готовности власти к конструктивному диалогу со всеми политическими силами и создании баланса полномочий власти. В марте текущего года в Кремле состоялась встреча Алана Гоглоева с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили текущее состояние дел и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере. Отношения Москвы и Цхинвала носят особых характер, отметил российский лидер, приветствуя югостинского коллегу. Развучали достаточно четкие заявления о том, что Россия и впредь будет обеспечивать безопасность международной осетией, что тот формат отношений интеграционных, который сложился за все эти годы, он и дальше будет оставаться доминирующим. И, в общем-то, российские и югостинские отношения и впредь будут развиваться только в поступательном русле. И это был ответ, в том числе был ответ тем спекуляциям, тем различного рода инсинуациям, мнениям, которые высказывались достаточно активно, что, мол, вот Россия из-за затянувшегося хода специальной военной операции, она ослабит свои позиции на Кавказе. Первые президентские годы отмечены экономическими успехами. Участие в первой Кавказской инвестиционной выставке дало новый импульс экономическому развитию страны. В рамках основной выставочной экспозиции Южная Осетия представила свою линейку различной продукции. Презентационную площадку посетил глава российского правительства Михаил Мишустин. Он отметил положительную динамику в увеличении экспорта из Южной Осетии и перспективы дальнейшего развития страны. Я думаю, это хорошая такая основа для увеличения, в том числе, экспорта из республики в Россию. Причем у нас объемы опасные. Кроме того, за первый год своего президентства Гоглоев ввел системную помощь участникам специальной военной операции. Гоглоев не разу выезжал в зону проведения спецоперации. Последний раз Алан Гоглоев посетил расположение осенских бойцов в Мелитополе в конце апреля. Звучат также различные предложения, которые касаются определенной правовой фиксации их статуса и более четкой рекламентации определенных социальных льгот и каких-то более четко выраженных форм поддержки. Нынешняя политика республики направлена на интеграцию со всеми республиками Северного Кавказа и создание условий для их взаимовыгодного существования. На полях Кавказской инвестиционной выставки Гоглоев провел ряд встреч с главами Северокавказских республик. Глава Юго-Эстинского государства отметил важность наращивания связей между Кавказскими республиками. Глава Юго-Эстинского государства Однако без поддержки общества, без слаженной работы всех ветвей власти, без действенной работы каждого человека вряд ли можно будет добиться результатов. Поэтому тон ближайшей пятилетки задан. Курс на консолидацию общества взят. Остается, засучив рукава, объединиться и вывести страну на новый уровень развития. Зарина Кочиева, Тамерлан Кусраев, информационный выпуск сегодня. Глава Юго-Эстинского государства Посетил торжественную линейку 9-й Скинвальской школы. Алана Гоглоева встретили с традиционными осетинскими пирогами и чашей пива. Далее началась торжественная церемония последнего звонка. Педагоги, родители, гости бурными аплодисментами встречали главных виновников сегодняшнего праздника – выпускников 2023 года. В нос государственного флага и звучит гимн Южной Осетии. Яркие, красивые и нарядные еще, казалось бы, вчера не только-только переступили порог школы, но время так скоротечно, что уже сегодня они на пороге больших перемен в жизни. Искренние слова поздравлений выпускникам республики адресовал Алана Гоглоев. Глава государства пожелал выпускникам удачи и с легкостью преодолевать возникающие на пути препятствия к достижению поставленных целей. Впереди у выпускников заключительные экзамены. Министр Аслан Лулоев пожелал с легкостью преодолеть эти испытания. До сегодняшнего дня вас учили педагоги. В будущем учить вас будет жизнь. Ей же вам придется издавать экзамены. И поэтому, кого-то, я вас очень сильно хочу попросить. Не растеряйте тот подачь знаний, которые вы приобрели в стенах этой школы. Особенно трогательной была речь первой учительницы сегодняшних выпускников. Она помнит их еще с тех пор, когда 11 лет назад они впервые переступили порог школы. Министр Аслан Луна. В этом году ученики были награждены почетными грамотами и памятными подарками. Мероприятие продолжилось концертной программой. Традиционный танец хонга в исполнении самих выпускников – музыкальные номера. Окончание торжественной линейки ознаменовал прозвучавший последний звонок. Из тень девятой школы в этом году выпустились 16 учащихся. Впереди их ждет яркая насыщенная жизнь. Однако школьные годы вряд ли когда-нибудь сотрутся из памяти. Стелла Базарова, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. За 11 лет школа стала для выпускников родным домом. Многие еще до конца и не осознают, что впереди взрослая жизнь и новые цели. Радость и волнение чувствовали сегодня и в ходе торжественной линейки в 11-й городской школе. Мероприятие посетил председатель правительства Константин Жесоев, который сам учился в этом учебном заведении. Последний звонок прозвенел и в кадетской школе имени Героя Южной Осетии Амирана Багаева при Министерстве обороны. Последний звонок – любимый праздник школьников, окончивших учебу. Это день, когда остались в прошлом изнурительные уроки, домашние задания, а впереди ждут настоящие жизненные перемены. Выпускников 11-й школы и всей республики поздравил председатель правительства Константин Жесоев. Пусть сегодняшний день станет отвратной точкой в вашей взрослой жизни. Хочу пошелать вам, раскрыть свой потенциал и пусть судьба благоволит каждому из вас. Конец одного пути означает начало нового, которое приведет вас к успеху. Добрый вам, друзья. Хочу поблагодарить также Южу Георгиевну, весь учительский состав, который делает огромную работу, большой вклад в дело нашей Родины, в развитие наших детей, в воспитание наших детей. Помогу, чем на фигуру. Последний звонок знаменует очень важную ступень в жизни и тех, кто учился, и тех, кто учил, говорит Завуч школы. Я желаю вам от всего сердца, от всего сердца, счастья вам, всего самого наилучшего. Идите к своей цели. Трудно может быть будет. Падай, расставайтесь. Никогда не отчаивайтесь. И всего вам самого лучшего. На торжественной линейке выпускники благодарят педагогов за полученные знания и заботу. С особым теплом в этот день относятся к своим классным руководителям. Педагоги же в свою очередь выпускают в свободное плавание своих подопечных и желают им удачи на предстоящих выпускных экзаменах. Торжественно и трогательно, пока учителя говорят напутственные слова, девочки пытаются сдержать слезы. Парни же вспоминают между собой о самых ярких событиях школьной жизни и просят их не озвучивать. В числе самых безобидных школьных шалостей – срывание Айвы в прилегающем школе-огороде. Мы каждую осень срываем Айву на забор соседнего. Здесь у нас школа, да? Да, прямо сзади школы мы срывали Айву каждый год. Это была такая своеобразная традиция. Да, конечно, это была своеобразная традиция, каждый год срывать осенью Айву. Трудно сказать. Очень много событий было в нашей 11-летней школьной жизни. И все вложить в одно интервью очень трудно. В 11-й средней школе в этом году один выпускной класс и всего три нас выпускников. Ребята амбициозны и решительно настроены. В классе несколько отличников и один претендент на серебряную медаль. Намеренно к медали я не шел. Так получилось. Я хорошо учился и получилось так, как получилось. Особо к этому не готовился, так как там дальше школьной программы ничего нет. Ну, я со всем справился и теперь претендую на медаль. Я этому очень рад. Талантливые, жизнерадостные ребята уже на следующей неделе будут сдавать первый экзамен по русскому языку. 31 выпускник простились с кадетской школой при Министерстве обороны. По традиции торжественная линейка началась с исполнения гимна. А после слова поздравлений и пожеланий от учителей, родителей и руководства кадетского корпуса. 11 лет ребята-выпускники выходили на парады под знаменем школы и каждый раз гордо несли звание кадет. Радостный, тревожный момент. Тревога от того, что дети наши уходят в новую, светлую, красивую жизнь. Для них это будет новое, это будет для них неизвестное. А потому они, естественно, все волнуются и мы благодарим вас всех. Поздравил выпускников с началом нового этапа в жизни министр обороны Марат Павлов. Я знаю, большинство из вас выбрало дальнейшую карьеру поступления в военно-учебное заведение. Поэтому само ношение формы и то, что вы выпустились, не означает о том, что этот момент вашей жизни как-то будет забыт. Нет. Поэтому желаю каждому из вас успехов в предстоящих выпускных экзаменах и вступительных. Слова на пустстве во взрослую жизнь также пожелала детский омбудсмен Айлита Джоева. Жизнь, она такая штука, так скажем, что будет и преграды будут у вас, и испытания у вас будут. И я уверена, что вы по этой жизни будете идти всегда достойно, с гордо, с поднятой головой. Украдкой утирая слезы, выпускники вспоминали школьные годы. Дружили, любили, готовились к урокам и экзаменам. 11 лет пролетелись стремительно. Впереди их ждут выпускные экзамены. После они навсегда попрощаются со школьной жизнью. Торжественные линейки прошли сегодня и в районах республики. В образовательных учреждениях Ленингорского района праздничная суета. По традиции звучали слова напутства и пожелания, что каждый ученик пронесет через всю жизнь благодарность педагогам и родителям, которые помогали взрослеть, заботились, вкладывали свои силы, передавали знания и опыт, учили побеждать. Последний звонок в Ленингорской русской среднеобразовательной школе прозвенел для троих выпускников. Сегодня, в этот знаменательный день, в их адрес звучали многочисленные поздравления. Самые теплые, напутственные слова во взрослую жизнь. Директор образовательного учреждения Лали Битарова поздравила с успешным окончанием школы троих выпускников, двое из которых – воспитанник Ленингорского детского дома. Вы очень хорошие дети, все трое. Я желаю вам, чтобы вы оставались такими же, чтобы вам в жизни повезло, успехов вам. Найдите себя в этой жизни так, чтобы мы все вами гордились. Глава районной администрации Ларион Гагева, обращаясь к виновникам торжества, выразил надежду, что сегодняшние выпускники добьются успехов в жизни и всегда будут помнить своих учителей. Вы, наверное, уже выбрали для себя профессию, кто из вас куда пойдет, где будет учиться, где будете дальше получать образование, знания. Я бы двоим пообещал помочь сделать вот этот шаг, который вы выбрали. Я свое слово сдержу, но с одним условием. После окончания вы должны вернуться в наш район, нам нужны такие хорошие специалисты, какими вы будете, и мы также вас будем встречать, приветствовать. Успехов выпускникам на предстоящих экзаменах пожелал советник министра по чрезвычайным ситуациям. Трудности будут, все будет, но надо их преодолевать. Так что, в добре будьте. Позади остались чудесные школьные годы, наполненные интересными моментами. Классная руководительница пожелала воспитанникам легких жизненных дорог. Добрые, внимательные, хорошие дети. Я думаю, что по жизни они пойдут правильным путем. Впереди выпускников ждет выбор профессии. Я буду поступать в Циканвале, на медицинский. Хочу помогать людям. После того, как я закончу учебу, я приеду обратно в Ленингор. Торжественное мероприятие было насыщено музыкальными номерами и танцами. В Сиву в школах Ленингорского района последний звонок прозвенел для 20 выпускников. Анжела Кукоева, Айдя Кочева, Вера Цхавривова. Информационный выпуск сегодня. Продолжаем выпуск. Необходимо изыскать средства и приступить к восстановлению исторических памятников. Ежегодно в республику приезжают все большее количество туристов, которые интересуются архитектурными объектами. Первые шаги в этом направлении сделаны. Сегодня президент Алан Гаглоев и министр культуры Рада Цзагоева посетили архитектурный памятник, расположенный в центре каменной крепости в селе Иракау. Исторический объект предстоит отреставрировать, а также облагородить прилегающую территорию. Церковь Святого Георгия – древнейший храм, построенный в византийском стиле в 906 году. Архитектурный памятник расположен в селении Иракау с Химвальского района. На сегодняшний день на территории церкви ведутся реставрационные работы. На сегодняшний день на территории республики расположено около 1500 памятников исторического значения и архитектурного наследия. В основном они находятся в плохом состоянии. К сожалению, Министерство культуры не располагает возможности. У нас нет бюджетных средств на то, чтобы поддерживать вот эти памятники истории архитектуры в соответствующем состоянии. Поэтому вот ваша идея насчет того, чтобы передать их как-то под патронаж отдельных ведомств отдельных министерств, я полностью ее поддерживаю. Вместе с тем хотелось бы, наверное, призвать всех участников, которые будут задействованы в этой работе, чтобы они согласовывались свои действия с Министерством культуры. Хорошим примером в комплексе мероприятий и мер по сохранению объектов архитектуры стало восстановление церкви в селе Нятли. Представителями фамилии Маргиевых добавила Рада Дзагоева. Фамилия Маргиевых восстанавливает церковь в селе Нятли. Я лучшего проекта никогда не видела. Это только за проект они заплатили около 700 тысяч. Рмесса проект. Детально расписано. Это проект реставрации. То есть основа это... Для восстановления объектов культурного наследия хорошей поддержкой станет привлечение меценатов. Редактор субтитров. Редактор субтитров. После облагораживания территории памятник архитектуры станет еще одним местом для проведения экскурсий для туристов. Эльвира Дзибилова, Арина Антмедоев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Все большую популярность среди детей набирает секция тхеквандо. Тренером команды является Валерий Гучмазов. Под его руководством занимаются более ста юных спортсменов. Они уже заявили о себе и на международной арене. Занятия проходят ежедневно. Однако для полноценных тренировок им был необходим специальный ковер. С этой просьбой руководство клуба обратилось к главе государства. Теперь тренировки юных тхеквандистов будут проходить без травм и ушибов. От имени президента республики Алана Гогой во секции единоборств передан высококачественный мягкий ковер, который минимизирует риск получения травм при падении. По словам председателя клуба боевых искусств Рухсумбун Валерия Гучмазова, без специального покрытия тренировочный процесс проходил не в полную силу. Продолжение следует... Все остальное необходимое экипировку, защитные головные уборы, жилеты и другие спортивные принадлежности были закуплены тренером Валерием Гучмазовым при поддержке родителей спортсменов. Секция Тхеквандо в республике действует уже третий год. Для занятий ребятам предоставили помещение в здании 20 детского творчества. Тренировки посещают более 120 спортсменов, которые разделены на две группы. Секция Тхеквандо в республике действует... Улучшение условий для занятий безусловно повлияет на подготовку ребят и результативность во время соревнований за пределами республики, подчеркнул тренер спортсменов. Секция Тхеквандо в республике действует... У наставника особый подход к воспитанию подрастающего поколения. Помимо тренировок и отработки силовых приемов, здесь ребята прививают любовь к творчеству. Практически каждая тренировка заканчивается исполнением патриотических песен. Воспитанников учат играть на народных музыкальных инструментах. Анжела Кукоева, Сармат Кузитаев, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды на завтра, 25 мая. Завтра в республике будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. У меня на этом пока все. Я благодарю вас за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok